Добрый день! Мы начинаем вторую лекцию из курса истории Испании, и она будет посвящена истории Испании в эпоху Древнего Рима. Но прежде чем говорить об Испании под римским владычеством, вполне логичным представляется коротко рассмотреть Испанию до прихода Рима, то есть то, что обычно называют предысторией Испании, и по крайней мере сами испанские историки используют это слово. Заселение Пиренейского полуострова людьми началось достаточно давно. Археологи отмечают серьезные эмиграции в эпоху раннего и особенно в эпоху среднего палеолита. Основные регионы, где расселяются пришельцы, это Кантабрия и Галисия прежде всего, затем по уменьшению идет восточный регион Каталонии, и соответственно позже уже в районе, собственно уже в районе позднего палеолита, это район Месеты. При этом стоит отметить, что компактная и достаточно тесная, достаточно плотная заселенность региона Кантабрии и Галисии обусловит дальнейшую историю. Собственно, уже здесь не так сказал, не обусловит, конечно, нет, не обусловит. Покажет характерную черту истории этого региона. Население Кантабрии и Галисии всегда будет отличаться от населения остального Пиренейского полуострова. Они всегда будут жить в своеобразном анклаве. В этом плане, кстати, я верну ваше внимание к предыдущей лекции, где мы говорили про рельеф Пиренейского полуострова. Многочисленные горные системы как раз и обуславливают такой анклавный характер испанских народностей, да, иберийских народностей. Они чаще всего живут отделенные друг от друга горным хребтом или каким-либо массивом, да. То есть отсюда особенности развития испанского языка с его диалектизмом, с разнообразием диалектов отсюда. Кстати сказать, отсюда и очень во многом и проблема современной Испании с ее совершенно незадухающей борьбой регионов за автономию от Мадрида. Я не свожу все к географическому детерминизму, разумеется, но не принимать во внимание этого фактора просто невозможно. К эпохе Бронзы, то есть начало первого тысячелетия до нашей эры, фиксируются две основных эндемичных, автохтонных, да, археологических культур. Я сразу говорю, что я опускаю здесь разговор про археологические культуры, палеолита, мезолита, да, про шель, мустье испанское и так далее. Иначе никакого времени не хватит. Итак, две культуры. Это культура полей погребальных урн. Ее назвать эндемичной для Испании довольно сложно. Она общеевропейская, собственно, частично северный край культуры полей погребальных урн, захватывает даже территории, южные территории нашей страны. А южным своим краем они, видите, заходят в регион современной Каталонии, то есть Нормонской Галлии, и дальше уже в ту сторону Пиренея, в Каталонии, и частично языком так вытягивается в регион Мессетте. Эта культура известна тем, что там начинается обработка железа. Вторая культура, и вот эта уже типичная испанская, это знаменитая культура Эль-Аргар. Она существует раньше, культура полей погребальных урн, то есть она датируется где-то с 17 веком до нашей эры начала, и где-то в районе 8-9 веков до нашей эры Йогасай. Это юго-восток полуострова, современный регион Мурсии и Картахена. Культура бронза, прежде всего Эль-Аргар, да, но там встречаются очень любопытные изделия из золота, ну вот вроде той диадемы, знаменитой диадемы из Караваки, да, которая сейчас перед вами на слайде выставлена в археологическом музее Мадрида. При этом уже в начале первого тысячелетия фиксируется, археологически фиксируется возникновение особого иберийского типа поселений. Классическое поселение иберийского полуострова, или еще одно название, пиренейского полуострова, да, как вы понимаете. Так вот, классическое поселение народов, населявших полуострова, выглядит примерно так, как сейчас перед вами показано на модели поселения Эль-Сви-Ярс в Каталонии. Поселение окружено рвом, соответственно, за рвом возвышается стена, внешняя стена поселения, к ней изнутри пристраиваются жилые и хозяйственные помещения, но прежде всего жилые, да, то есть такие, так сказать, вытянутые пенальчиком вперед к центру поселения дома, да, у них единственный источник света и, собственно говоря, зона входа, да, это одно и то же. И окно, и дверь размещаются на одной и той же стене, обращенной вовнутрь поселения. То есть, фактически, эти индивидуальные, малые, скажем так, дома, да, и хозяйственные помещения укрепляют с собой стену, создают дополнительную плотность оборонного пояса. Соответственно, внутри поселения мы видим одну большую кольцевую улицу, такой в виде не кольца, а скорее даже петли, идущие от входных ворот в поселение, да, и опоясывающие его по диаметру. Дальше следует второй пояс домов, стоящих ближе к центру поселения, а значит, ближе к центральной площади. Соответственно, в центре поселения расположен источник воды. Всегда, как правило, это колодец, что делало такие поселения в известной степени автономными и способными к более-менее продолжительной, самостоятельной обороне. Ну, разумеется, мы говорим сейчас об уровне военной технологии, свойственной позднему палеолиту или там мезолиту, да, даже эпохе бронзы. То есть, мы не говорим ни про боевые машины сейчас, ни про что-то подобное. Соответственно, помимо, кто населял полуостров, да, давайте теперь уже смотреть, кто населял полуостров в первом тысячелетии до нашей эры, собственно, чьими были те поселения, например, которые мы сейчас видели в Эльцвильярс. И начнем мы не с автохтонного населения, а с колоний существующих. На карте вы видите, на слайде вы видите распространение финикийской и греческой колонизации. Красными точками обозначены финикийские колонии, синими – греческие. Я сознательно не стал обрезать карту под размер Испании, можно было бы показать вам только Испанию, но это было бы неправильно, потому что надо видеть, если угодно, масштабы колонизации, с одной стороны, с другой стороны, тренд колонизации, то есть где и как, прежде всего, распространяются колонии. Ну, первое, что стоит отметить – колонии всегда прибрежны. Колонии всегда стоят на берегу моря, желательно в прямой досягаемости воды, чтобы легко было, с одной стороны, подвозить провизию и товары, и вывозить товары с другой стороны, которыми торгуют, а также, чтобы легко было эвакуировать население в случае чего. Греки распространяются, по большей части, по северному берегу Средиземного моря, по северной береговой линии, вы видите. Вы можете отметить занятость, так называемой, Великой Греции, до юга итальянского полуострова. А дальше греческие колонии вытягиваются в линию Никея, Телин, Агт, и мы переходим уже, собственно, к французской территории, да, к французской, и дальше к испанской. Агт, и дальше уже, разумеется, Марсель, я упустил его, извините, греческая, Массалия. И дальше основная колония греков на территории Пиренейского полуострова – это Эмпорион, современная каталонская Ампуриас. Южнее греческие колонии есть, но они носят характер более таких форпостов, да, торговых пунктов, нежели городов. Это утверждение относится и к Арсу, и к Лафонтете, и к Алонису, и к другим. Соответственно, южнее начинается финикийская зона колонизации. Финикийцы развивают свою колонизацию прежде всего по берегу Северной Африки, вы видите, да, и, соответственно, их форпосты на Пиренейском полуострове лепятся поблизости от Гибралтарского пролива. Это города Тоскана, Сексия, Абдера, Малага, нынешняя Малага, и, разумеется, разумеется, самый, пожалуй, что известный финикийский город Испании – это Гадир, современный Кадис. При этом, обратите внимание на отсутствие колоний на Галисийском и Кантабрийском побережье. Мы с вами уже сталкивались с тем, что там же жители того региона немножко отделены от остального полуострова, да, и мы еще с этим с вами столкнемся, когда будем обсуждать чуть дальше лингвистический, этно-лингвистический ландшафт Пиренейского полуострова. На юге полуострова привлекает внимание слово Тортессос. Давайте разберемся с тем, что это такое. Тортесс, прежде всего, да, это полумифический город. Почему полумифический? С одной стороны, он упоминается Геродотом, многими последующими авторами, вплоть до Страбона и дальше уже римскими. Вот археология дает достаточно богатый материал для фиксации тортессийской или тортессской культуры, но при этом самого тортесса локализовать не удается, и ни одного крупного города этой культуры установить не удается. Некоторые ученые, ну, дальше ученые уходят, как вы понимаете, из категории знания в категории веры. Там тот же Юлий Циркин, да, знаменитый исследователь Древней Испании, в истории Древней Испании допускает такое очень забавное замечание. Археологам не удалось найти остатков ни одного тортессийского города. Впрочем, не вызывает никакого сомнения тот факт, что эти города были и было их много. Ну, то есть, сомнения оно, конечно, не вызывает, но вызывает. Тортесс, давайте предположим, что Тортесс был. Где он располагался? Как правило, его фиксируют в озерном краю. Он выделен таким заштрихован голубовато-серой штриховкой на карте сейчас. Вокруг устья гладалка Кавивира. Его фиксируют на довольно большом пространстве от современной Уэльвы. Это севернее, да, если вы посмотрите на карту, это северо-западнее, соответственно, устья гладалка Кавивира. И до самого устья гладалка Кавивира, где тоже предполагается наличие Тортесса. Так он оказывается в непосредственной близости от финикийского гадера, с которым, собственно говоря, велась оживленная торговля. Откуда мы знаем про Тортесс? Да, из новостей про торговлю с финикийей и отчасти торговлю с греческими поселениями. Собственно, у Геродота в четвертой книге есть как раз рассказ про такой торговый контакт с Тортессом. Тортессийская или тортессская культура датируется примерно 8-4 веками до нашей эры, а дальше исчезает, исчезает, по всей видимости, в результате экономического краха финикийских колоний. И Тортесс, который работает как металлоперерабатывающий, металлообрабатывающий центр и центр экспорта тугоплавких, собственно говоря, сплавов, а также чистого олова, да, специализируется он при этом на торговле с финикийей, прежде всего. И банкротство, ну не банкротство, но серьезный удар, нанесенный по финикийским колониям, влечет за собой крах Тортесса. Само это место потом будет занято народом турдетанов, которых традиционно выделяют из прочих представителей населения, эндемичного населения иберийского полуострова. Собственно, я уже сказал, что основой тортессийской экономики была металлургия и торговля с плавами и чистым оловом. Здесь вы можете видеть знаменитый клад Эль Карамбло, панорама клада из археологического музея Севильдина, верхней фотографии. Датируется он примерно седьмым-пятым веками до нашей эры и традиционно, традиционно приписывается тортессам. Хотя есть версия, что это финихийское ремесло. Эту версию обычно поддерживают те, кто в принципе отрицает существование тортесса, говорит, что это миф. Есть любопытные версии и относительно отождествления библейского торшиша и тортесса. Но обо всем этом можно прочесть. В частности, литература приведена в списке в конце лекции. Справа внизу вы видите еще одну любопытную деталь. Это пекторально-грудная пластинка из клада Майрены, то есть 3-1 века до нашей эры. Но сходство этой пекторали с пекторалями из клада Эль Карамбло совершенно очевидно. То есть, кем бы ни были изготовители, были ли это тортессы и потом турдетаны под их влиянием, были ли это финикийцы и потом турдетаны под их влиянием. Но тем не менее, само все влияние очевидно. Традиции остаются и существуют довольно долгое время в этом регионе. Помимо тортесса, историки фиксируют существование трех больших этно-лингвистических групп. Прежде всего, Иберы. Обратите, пожалуйста, внимание, зоны их обитания выделены на востоке и юго-востоке острова. Все средиземноморское побережье Испании вплоть до отмеченной голубым зоны турдетанов. Это как раз зоны иберийских племен. Из них традиционно выделяют элергетов, эдетанов, бастетанов. Ну и другие, тоже более мелкие единицы. Иберы – это самое первое население Пиренейского полуострова. Собственно, по ним этот полуостров получает второе свое название – Иберийский. Центр полуострова и особенно, ну, собственно, да, весь центр занимают пришлые племена, пришельцы с севера, прежде всего с территории Франции – это кельты. Здесь выделяются, да, в акции Кантабры, Астуры, Бероны, ну, собственно, кельты в чистую, кельтики на карте, турдулы. Турдулы не то. То есть вот это пришлый субстрат, да, если иберы, как бы сказать, местные по большей части, то кельты пришлые. Обратите внимание, кстати, на еще одну деталь. Иберы как раз и занимают в основном те регионы, в которых строятся греческие и финикийские колонии. То есть это как раз местное население, активно торговавшее с греками и финикийцами. Наконец, из смеси кельтов и иберов с течением времени возникают кельтиберские, кельтиберские племенные структуры. Здесь обычно выделяют карпетанов, турдулов, собственно, самих кельтиберов. Даже их название, вы видите, да, образовано из сочетания двух – кельты и иберы. Отдельно выделяется северная зона регион Пиренеев, где обитают представители аквитанской языковой семьи. С ними обычно идентифицируют восконов, прародителей нынешних басков. И запад полуострова, где живут индоевропейские народы, их достаточно много, разных. Выделяют обычно галилеции, лузитанов, веттонов. Совершенно другая языковая семья, да, индоевропейцы до кельтского происхождения. То есть, тоже, скорее всего, пришлые, но раньше кельтов. Вот вспомните то, что мы с вами говорили про заселение региона Кантабрия, Астурии и Галисии в эпоху еще палеолита, да, еще тогда. Соответственно, иберийская культура, это культура железообрабатывающая, воинственная, что мы знаем, да. Мы знаем, что, например, сами иберы предпочитали вот такие слегка искривленные мечи, которые назывались фалькаты. Мечи, их обычное вооружение, это меч фальката, щит небольшой, кулачный, шлем, зачастую под греческим влиянием с гребнем, шлем, но не всегда. Были ли какие-то нательные доспехи? Наверное, были, но здесь, утверждать сложно, археология их не сохранила. Соответственно, для кельтиберов более типичные фронтонные мечи, фронтонные из-за формы яблока, рукояти. Да, и антенные, это родственники фронтонных мечей. Посмотрите, как структура клинка, она видна сейчас на фотографии, да, как из проволоки, да, создан клинок. Мечи такой работы называют обычно антенными мечами. Это прямые мечи, но тоже легкие шлемы, скорее всего, легкие доспехи, щиты большего размера. Что, в общем, объясняется тем, что иберы, скорее всего, владели искусством конного боя, и оттуда происходят, ну, генетически к ним восходят традиционные типы иберийского легкого всадника, хинеты. Кельты, кельтиберы предпочитали пеший бой. О строя, там, говорить, я думаю, не приходится. О каких-то там построениях и особенностях тактики, я думаю, здесь, собственно, говорить пока еще рано. Одно из самых знаменитых, пожалуй, что изображений иберийской культуры, это дама из Эльча. Обратите внимание на прическу, височные кольца, украшенные многочисленными заколками. Голова покрыта богатой расшитой лентой на груди в три ряда ожерелья. То есть, перед нами явно представительница либо иберийской аристократии, либо просто, может быть, даже богиня. Но, скорее всего, первый вариант, потому что рядом, вот, пожалуйста, еще одна фигурка, немножко более позднего периода. Такая, так называемая, сидящая дама. Тоже из региона иберийской культуры. И, если присмотреться, вы видите примерно тот же стиль за небольшими вычетами, что и у дамы из Эльча нет вот этих роскошных височных, этих роскошных, не знаю уж, коз или височных колец, что это. Вот. Голова покрыта головным убором с расшитой лентой. В ушах серьги. На груди три ряда ожерелья и одеяние, характеризующееся, оно длинное и характеризующееся тем, что закрывает собой все тело. Остаются только кисти рук и ступни ног. Открытие, причем последнее в сидящем варианте, вы видите, выглядывают. На ногах остроносая обувь. На руках, что тоже любопытно, отсутствуют кольца. Не то, чтобы это о чем-то серьезном говорило, но как любопытную черту можно подчеркнуть. На фоне еще одной иберийской статуэтки, воины из Махенте, лишние доказательства того, что иберы, во-первых, сражались на конях, во-вторых, были у них уделаны и не было стремян, обратите внимание. Пожалуйста, он сидит на коне без стремян. Стремена станут известны сильно-сильно позже. Что можно, какие итоги можно подвести? К моменту начала Карфагенская, а затем Римская экспансия, это третий век до нашей эры. Плосов относительно густо заселен местными жителями. Прежде всего заселено восточное побережье. И наиболее богатое и развитое поселение, что вполне понятно, принадлежат как раз представителям иберийской культуры. И располагаются вдоль восточного и юго-восточного побережья полуострова. Наиболее благодатная в природном отношении зона. То есть, говоря в современных координатах, где-то от региона Жероны до региона Картахены. Примерно так. Соответственно, Нагорье заселено кельтиберами и немножко севернее кельтами. Там все гораздо беднее с точки зрения археологии. И обратите внимание, что схватка Рима и Карфагена будет проходить прежде всего за именно иберские территории, иберийские. То есть, восток-юг, восток-юг. Потом римляне уже расширяют свою экспансию, раздвинут границы своих владений на весь полуостров. Но это будет потом. Местное население, прежде всего, иберы, да? Они владеют развитыми навыками металлургии. При этом, я говорил, есть укрепленное поселение, но больших городов до появления там Карфагенен и римлян, там практически не было. Города появляются уже в относительно поздний период. И значительная часть испанских городов, подавляющая часть испанских городов, известных нам сейчас, обязана своим происхождением, как раз, древнему Риму о пришествии, о приходе которого в Испанию. Мы и поговорим в рамках следующего эпизода лекции. Спасибо. Спасибо. Спасибо.